Часть шестая. Долго Ростовы не имели известия о Николушке. Только в середине зимы графу было передано письмо, на адресе которого он узнал руку сына. Получив письмо, граф, испуганный и поспешно стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Анна Михайловна, узнав, как она и все знала, что делалось в доме о получении письма, тихими шагами вошла к графу и застала его с письмом в руках, рыдающим и вместе смеющимся. Анна Михайловна, несмотря на поправившиеся дела, продолжала жить у Ростовых. Мой добрый друг, вопросительно грустная и с готовностью всякого участия, произнесла Анна Михайловна. Граф зарыдал еще больше. Николушка, письмо, ранен, был, машера, ранен, голубчик мой, графинюшка, в офицеры произведен, слава Богу. Графинюшке, как сказать? Анна Михайловна подсела к нему, отерла своим платком слезы с его глаз, письма, закапанного ими и свои слезы. Прочла письмо, успокоила графа и решила, что за обедом и до чая она приготовит графиню, а после чаю объявит все, коли Бог ей поможет. Все время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны, о Николушке. Спросила два раза, когда получено было последнее письмо от него, хотя знала это и прежде и заметила, что очень легко может быть и нынче получится письмо. Всякий раз, как при этих намеках, графиня начинала беспокоиться и тревожно взглядывать то на графа, то на Анну Михайловну. Анна Михайловна самым незаметным образом сводила разговор на незначительные предметы. Наташа из всего семейства более всех одаренная, способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц с начала обеда и насторожила уши и знала, что что-нибудь есть между ее отцом и Анной Михайловной, и что-нибудь касающееся брата, и что Анна Михайловна приготовляет. Несмотря на всю свою смелость, Наташа знала, как чувствительна была ее мать ко всему, что касалось известия о Николушке. Она не решилась за обедом сделать вопрос и от беспокойства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну и в диванной с разбега бросилась ей на шею. — Тетенька, голубушка, скажите, что такое? — Ничего, мой друг, нет, душенька, голубчик, милая, персик, я не отстану, я знаю, что вы знаете. Анна Михайловна покачала головой. — Вызет унфин муж, муна фон. — Ах, плутовка, — сказала она. — От Николеньки письмо, наверное, — вскрикнула Наташа, прочтя утвердительный ответ в лице Анны Михайловны. — Но ради бога, будь осторожнее, ты знаешь, как это может поразить твою маму. — Буду, буду, ну расскажите, не расскажете? Ну так я сейчас пойду скажу. Анна Михайловна в коротких словах рассказала Наташе содержимое письма с условием не говорить никому. — Честное, благодарное слово, — крестясь говорила Наташа, — никому не скажу. И тотчас же побежала к Соне. — Николенька ранен, письмо, — проговорила она торжественно и радостно. — Николя? — только выговорила Соня мгновенно бледнее. Наташа, увидав впечатление, произведенное на Соню, известием о ране брата, в первый раз почувствовала свою горестную сторону этого известия. Она бросилась к Соне, обняла ее и заплакала. — Немножко ранен, но произведен в офицера, он теперь здоров, он сам пишет, — говорила она сквозь слезы. — Вот видно, что все вы, женщины, плаксы, — сказал Петя решительными большими шагами, прохаживаясь по комнате. — Я так очень рад и, право, очень рад, что брат так отличился. Все вы, все вы, нюни, ничего не понимаете. Наташа улыбнулась сквозь слезы. — Ты не читала письма? — спрашивала Соня. — Не читала, но она сказала, что все прошло и что он уже офицер. — Слава Богу, — сказала Соня, крестясь. — Но, может быть, она обманула тебя? Пойдем к маму. Петя молча ходил по комнате. — Кабы я был на месте Николушки, я бы еще больше этих французов убил, — сказал он. — Такие они мерзкие. Я бы их побил столько, что кучу из них сделал бы, продолжал Петя. — Молчи, Петя, какой ты дурак. — Не я дурак, а дуры те, кто от пустяков плачут, сказал Петя. — Ты его помнишь? — после минутного молчания вдруг спросила Наташа. Соня улыбнулась. — Помню ли Николя? — Нет. — Соня, ты помнишь ли его так, чтобы хорошо помнить, чтобы все помнить. С старательным жестом сказала Наташа, видимо, желая придать своим словам самое серьезное значение. — Я помню Николеньку. — Я помню, — сказала она. — А Бориса не помню. — Совсем не помню. — Как? Не помнишь Бориса? — спросила Соня с удивлением. — Не то, что не помню. Я знаю, какой он, но не так помню, как Николеньку. Его я закрою глаза и помню, а Бориса нет. Она закрыла глаза. — Так нет ничего. — Ах, Наташа, — сказала Соня, восторженная и серьезно. Не глядя на свою подругу, как будто она считала ее недостойной услышать то, что она намерена была сказать, и как будто она говорила это кому-то другому, с кем нельзя шутить. — Я полюбила раз твоего брата, и что бы ни случилось с ним, со мной, я никогда не перестану любить его во всю жизнь. Наташа, удивленно любопытными глазами, смотрела на Соню и молчала. Она чувствовала, что то, что говорила Соня, была правда, что была такая любовь, про которую говорила Соня, но Наташа ничего подобного еще не испытывала. Она верила, что это могло быть, но не понимала. — Ты напишешь ему? — спросила она. Соня задумалась. — Вопрос о том, как писать к Николя, и нужно ли писать бы вопрос, мучивший ее. Теперь, когда он был уже офицер и раненый герой, хорошо ли было с ее стороны напоминать ему о себе и как будто о том обязательстве, которое он взял на себя в отношении ее? — Не знаю. Я думаю, коли он пишет, и я напишу, краснее, — сказала она. — И тебе не стыдно будет писать ему? — Соня улыбнулась. — Нет. А мне стыдно будет писать Борису. Я не буду писать. — Да отчего же стыдно? — Да так, я не знаю. Неловко, стыдно. — А я знаю, чего ей стыдно будет, — сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи, от того, что она была влюблена в этого толстого с очками. Так называл Петя своего тезку, нового графа Безухова. Теперь влюблена в певца в этого, — Петя говорил об итальянце Наташином учителе пенье. — Вот ей стыдно. — Петя, ты глуп, — сказала Наташа. — Не глупее тебя, матушка, — сказал девятилетний Петя, точно как будто он был старый бригадир. Графиня была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спуская глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и слезы навертывались ей на глаза. Анна Михайловна с письмом на цыпочках подошла к комнате графини и остановилась. — Не входите, — сказала она старому графу, ушедшему за ней. После и затворила за собой дверь. Граф приложил ухо к замку и стал слушать. Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длинную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги. И Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику, для того, чтобы она могла оценить его искусство. — Сэфэ. — Готово, — сказала она графу торжественным жестом, указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой письмо и прижимала губы то к тому, то к другому. Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет, и опять для того, чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. Вера, Наташа, Соня и Петя вошли в комнату и началось чтение. В письме был кратко описан поход и два сражения, в которых участвовал Николушка. Производству офицера и сказано, что он целует руки маму и папа, прося их благословения и целует Веру, Наташу, Петю. Кроме того, он кланялся мсью Шейлингу и мадам Шосс и няне, и кроме того, просил поцеловать дорогую Соню, которую он все так же любит и о которой все так же вспоминает. Услыхав это, Соня покраснела, так что слезы выступили ей на глаза. И не в силах выдержать обратившиеся на нее взгляды, она побежала в залу, разбежалась, закружилась, и, раздув баллонном платье, вся раскрасневшаяся, улыбающаяся села на пол. Графиня плакала. «О чем же вы плачете, маму?» – сказала Вера. «По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать». Это было совершенно справедливо, но и граф, и графиня, и Наташа все с упреком посмотрели на нее. «И в кого она такая вышла?» – подумала графиня. Письмо Николушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук. Приходили гувернеры, няньки, Митенька, некоторые знакомые. И графиня перечитывала письмо, всякий раз с новым наслаждением, и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николушке. Как странно, необычайно радостно ей было, что сын ее, тот сын, который чуть заметно крошечными членами шевелился в ней самой 20 лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником графом, тот сын, который выучился говорить прежде груша, а потом баба, что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный воин, один без помощи и руководства, делает там какое-то свое мужское дело. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем отколыбели делаются мужами, не существовал для графини. «Возмужание ее сына в каждой поре, возмужание было для нее так же необычайно, как бы и не было никогда миллионов-миллионов людей, точно так же возмужавших. Как не верилось 20 лет тому назад, чтобы то маленькое существо, которое жило где-то там, у ней под сердцем, закричало бы и стало сосать грудь, и стало бы говорить так, и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцовым сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму». «Что за штиль? Как он описывает мило?» — говорила она, читая писательную часть письма. «И что за душа? О себе ничего, ничего. О каком-то Денисове, а сам верно храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце? Как я узнаю его и как вспомнил всех? Никого не забыл. Я всегда, всегда говорила, еще когда он вот такой, вот какой был, я всегда говорила». Более недели готовились, писались брульоны и переписывались на белописьма к Николушке от всего дома. Под наблюдением графини и заботливостью графа собирались нужные вещицы и деньги для обмундирования и обзаведения вновь произведенного офицера. Анна Михайловна практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии, и даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. Ростовы предполагали, что русская гвардия за границей есть совершенно определительный адрес, и что, ежели письмо дойдет до великого князя, командовавшего гвардией, то нет причины, чтобы оно не дошло до Павлоградского полка, который должен быть там же поблизости. И потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Николушке. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони, и, наконец, шесть тысяч денег на обмундировку и различные вещи, которые граф посылал сыну. ЗВОНОК В ДВЕРЬ